Иванова не осталась в стороне от общероссийской акции «Ночь искусств». Артисты театра «Кукол» и драматического театра подготовили специальную программу для малышей и их родителей. Вход на праздник был бесплатным. В фойе организовали несколько тематических зон. Молодые актеры театра драмы провели мастер-класс по гриму. Основа для грима – это детский крем. Он смешивается с касторовым маслом, для того, чтобы защитить кожу от грима, от его воздействия. Потом, после того, как нанесен детский крем, мы промакиваем салфеткой, чтобы сам грим не получился жирным. После того, как мы все это сделали, мы начинаем сделать контур самого рисунка. То есть, что мы будем рисовать. То есть, если у нас здесь уши, то мы рисуем контур ушей и потом ведем по всему лицу. Грим способен изменить лицо человека до неузнаваемости, сделать его моложе или старше, помогает совершить метаморфозы в африканце, индейце или гейшу. Детям актеры предлагали переуплотиться в различных животных. В основном, конечно, мы используем грим вот именно такой, только на детские сказки. Потому что мы играем в животных, и, естественно, это предполагает то, что мы должны наносить на себя грим. В вечерних спектаклях это так и не используется сильно, потому что очень мало в этом необходимость какая-то имеется. В основном, естественно, мы пользуемся больше бытовой косметикой. Всегда актеры перед спектаклем обязательно красятся. Даже мужчины красятся у нас перед спектаклем. Они обязательно наносят тон на лицо и также подводят глаза. Актеры Елизавета Дубровина и Роман Вичужанин приоткрыли для зрителей тайну выразительной речи. Для желающих размять артикуляционный аппарат они провели специальную гимнастику. Теперь я беру вас за ниточку, которая привязана к вашему носу. И я тяну вас. Мы все лицо тянем ко мне. Я вас тяну, я накручиваю. Прям еще больше, еще больше. Еще я при этом не работаю. Умение говорить выразительно полезно не только в актерской профессии, но и в повседневной жизни. Задача мастер-класса – пробудить интерес к слогу. Сценическая речь требует в первую очередь постоянной работы над собой. Еще это называется туалет артиста, как мы это принято называть. То есть утром человек просыпается, делает разминку речевую, разминку голосовую. Ну, разные, наверное, есть. А секрет, наверное, в том, чтобы постоянно взаимодействовать с аудиторией. Ночи искусств. Все желающие познакомились с разнообразием кукол, задействованных в ивановских спектаклях и их устройством. Впервые за все время существования театра зрители не только рассмотрели кукол вблизи, но и немного смогли поуправлять ими. Мы редко детям показываем это. Потому что для детей самое главное, что мы показываем. Это взрослые думают, как это они делают. А детям не интересно, как. Потому что у нас в марте месяце 80 лет театр исполняется, и мы первый раз, в общем-то, кухню свою показываем. Ну, не знаю, хорошо ли это. Будем радоваться, что если это детям не помешает. Все куклы подразделяются на шесть видов. Чем дальше кукла от руки человека, тем сложнее ей управлять. Самые простые – перчаточные. Например, петрушка. Самые сложные – марионетки, подвешенные на нити. Привет, друзья! Петрушка – это одна из первых кукол, появившихся в России. Пришел он к нам из Западной Европы. Об этом говорит его неславянская внешность. Глаза миндалины, горбатый нос и голливудская улыбка. Театральной ночью ивановцы остались довольны и ждут продолжения акции. До полноты впечатлений не хватило выступлений артистов Ивановского музыкального театра. Но, может быть, они порадуют зрителей в следующий раз. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.